привет друзья с вами хиппи маны мой канал хорошо там где вы есть продолжаем дегустировать пиво украинского производителя и сегодня у нас будут два очередных претендента на трюк среди украинского производителя пива и так это живое пиво бершлосс живое темное пиво бершлосс черный пиво бершлосс варят на биварином заводе Кривень в городе Ровно Украина пивоварня построена в 1900 году первым владельцем было акционерное общество парового пивоварения завода пиво бершлосс главным акционером был чешский предприниматель теперь эстафету чешского пивоварения продолжает пшемислу брошь чех по национальности главный пивовар завода отсюда чешские традиции производства пиво и качество украинского производства пиво тем не менее украинское пишут в интернете ровенское пиво отличается ярким натуральным вкусом именно за счет того что для производства хмельного напитка не используются консерванты и пастеризация завода выпускает 5 сортов пива это кроме наших двух претендентов богемское пражское жигулевское кроме того светлое и темное выпускают еще в элитном варианте с откидной пробкой думаю мы их еще продегустируем в будущем и теперь перейдем непосредственно к дегустации отставим пиво будем дегустировать первым светлое и так у нас бокал неизменная открывалка перед тем как открыть бутылку немножечко расскажу что из-за пива как я уже сказал это не пастеризованное пиво срок реализации его 45 дней насчет цвета мы посмотрим объемная часть спирта составляет 6 процентов концентрация сусла 14 с половиной процентов его относят пиву верхнего премиального сегмента и это не зря ведь именно это пиво в 2000 году получила серебряная медаль на международном профессиональном конкурсе пиво и так дегустируем открываем медушку чем она бахнет ярко выраженный медовый запах запах меда на бутылке кстати так и написано медовый смак высокого уровня с украинского это переводится медовый вкус высокого уровня соответственно смотрим что там у него в составе в составе у него солод, рис, белый сахар, мед натуральный, вода и хмель не зря запах меда заливаем так пиво не имеет довольно таки интересный красивый цвет янтарный пена довольно таки насыщенная пузырьки частые но мелкие то есть карбонизация здесь конечно же присутствует попробуем какое оно на вкус ну что сказать по поводу вкуса в нем чувствуется горчинка которая довольно таки хорошо выражена и дополнением служит приятный нежный медовый сладковатый при вкус имеют довольно таки спалансированный вкус неплохого живого пива итак темное пиво першлос черный называется черный такая же бутылка цыплянная темного цвета этикетка в отличии от светлого черного цвета при его производстве используются три вида солода это мюнхенский карамельный биржаной плотность этого сорта 13 процентов крепость 4,5 срок хранения точно также 45 дней что еще сказать зачем что-то говорить давайте попробуем пробуем так пробуем темное пиво без вкус лос темное пиво черный цвет цвет у него сразу чувствуется немного темнее цвет то есть таутовый цвет я понюхала чем оно пахнет оно пахнет кофе и чувствуется аромат корочки черного хлеба пена не уступает претенденту довольно таки густая карбонизация меньше буквально пузырьки только внизу они так осели и косненько всплывают может быть просто из-за того что пиво такое темное кажется что карбонизация меньше очень приятный запах попробуем такое я бы сказал сочетание плотности и мятности для тех темное пиво это их вариант пиво действительно очень достойное такое приятное кофейное послевкусие как будто бы выпили только что чашечку эспрессо и немножко сушит во рту не знаю какое-то такое странное вкусовое впечатление в послевкусе чувствуется аромат корочки черного хлеба такой дрожжевой привкус достойное пиво достойное пиво я вообще люблю сорта и так сегодня мы продегустировали два сорта пиво берг слосс провинского завода они оказались достойными экземплярами по десятибалльной шкале я могу спокойно поставить по восьмерке каждому для тех кто любит светлое пиво берг слосс светлое пиво навряд ли вам подойдет потому что это не совсем светлое пиво в прямом их понимании этого слова оно более такое лентарное я бы сказал у нас это пиво называют бурштыновое оно более темное чем светлое хотя тут написано что это светлое пиво с выраженным медовым вкусом отличное пиво и темное пиво это украинный классический стал мне понравились оба сорта к тому же пиво натуральное не пастеризованное 45 дней хранили отличное пиво стоит в Украине порядка 14 гривен светлое немножко дороже темное немножко дешевле что по своей сути странно обычно наоборот на американские деньги это порядка 6 тысячи центов плюс-минус поэтому приезжайте в Украину любители пива достойный продукт пробуйте наслаждайтесь пейте качественное пиво подписывайтесь на канал ставьте лайки пока пока не забывайте пока не забывайте что не забывайте что не забывайте поиск